Всем привет! Днепр на связи. 12 ноября, 13.50. Ну что, друзья, ночь для города прошла спокойно. Был у нас один сигнал воздушной тревоги в районе. Полуночи были пуски российских ракет, область тревожилась. Но через нашу область ракеты прошли транзитом. К сожалению, вновь обстрелы Никополя и Никопольского района. Но без пострадавших. И на этом спасибо. Касательно тех ракет, которые ночью летали, прокомментировали достаточно сжато. Сказали, что ночью Россия выпустила ракеты по Украине, применив две управляемые ракеты Х-59 и баллистическую ракету Искандер-М. С силами противовоздушной обороны была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Информация касательно последствий этой атаки на данный момент уточняется. Это еще сказали утром. Более никаких уточнений не последовало. Судя по всему, где-то у нас произошло два прилета. Итак, что в целом, друзья, вообще по обстановке. Сумасшедший штормовой ветер, который то чуть-чуть затихает, то вновь набирает силу. По городу очень много поваленных деревьев. Машины повреждены вследствие падения веток тех же деревьев. На Запорожском шоссе видел, там вообще на одном из зданий крышу оторвало. В общем, погода бушует, стихия не дает расслабиться. Тучки заходят, видите, к вечеру дождик обещается. Но, несмотря на это, достаточно тепло. Плюс 12. Слышите, как ветер гудит. Сегодня, кстати, вновь люди вышли на митинг. Под стены городского совета. Сегодня уже они митингуют не за то, чтобы там распределяли деньги на ВСУ, на плитку. Сегодня вышли родственники, жены, сестры. В основном это, ну, не в основном, это, по-моему, одни девушки и вышли. Это родственницы военных, которые сейчас находятся на фронте. За что же они вышли, чего они добиваются? Добиваются они установки конкретных сроков службы и демобилизации военных, которые с первых дней находятся на войне. Скандируют они детям. Нужен отец. На плакатах у них написано, что военные тоже устают. За победу ответственные все. На другом плакате можно увидеть «Хочу папу для сына, живого, а не награды и спасибо». В общем, порядка 30 человек вышли. Мирный митинг. Некоторые журналисты, комментируя это, спрашивают у Филатова. Ведь по словам нашего мэра, эти люди тоже у Эпки, добавьте буквы Ю, полезные идиоты или не реализованные в жизни. А еще и мерзость, которая детьми прикрывается и столбики считает. Именно так вчера Филатов назвал тех, кто находился под стенами городского совета. Ну, у нас размах не такой. Вот город Кривой Рог, там прям целый 95-й квартал перекрыли. В прямом смысле этого слова. Люди не просто вышли на митинг. Люди идут по улице города. Достаточно большое их количество. И добиваются того же. Демобилизация и установка конкретных строков нахождения, несения службы. Ну, посмотрим. Официальные лица пока никак это не комментируют. Напоминаю, что данная акция проходит по воскресеньям во многих крупных городах нашей страны. Ну и в принципе, что еще можно добавить. Игнат прокомментировал погоду. Сказал, что погода играет нам на руку. Сказал о том, что при таких погодных условиях России будет тяжелее и авиацию поднимать, и корабли выводить. В общем, пока такая погода, обстрелов скорее всего не будет. А у нас Украина сейчас находится в эпицентре огромного циклона. Огромного просто, огромного по размерам. Чтобы вы понимали, в Черном море сейчас 5-ти метровые волны. Да, ветерок, конечно, дает о себе знать. Когда дует, аж прям шатает. Ну, также Игнат указал на то, что могут быть очень продолжительные сигналы воздушной тревоги. Так как Россия сейчас тренируется до заправки мигов в воздухе. Он указал на то, что их дозаправлять могут даже по нескольку раз. Поэтому тревога может быть и 3, и 4, и 5, и 6 часов. Как-то так. Что здесь сказать? Не дать, не взять. А еще, конечно, порадовала Одесса. Там на дверях одного из подъездов вывесили должников. Кто сколько должен. Это нормальная практика. У нас тоже на подъезде висит. Кто сколько должен денег. И сделали приписку. Неуважаемые должники. Если вы не погасите долги перед кооперативом, то кооператив передаст ваши данные прямиком в ТЦК на Зиньковецкую. Вот так кнутом и пряником пытаются достучаться к людям, чтобы те оплатили долги за коммуналку и так далее. Ну, если есть с чего платить, это очень хорошо. А если нет, что делать в таком случае? На этот вопрос можно не отвечать. Каждый сам понимает, что платить-то нечем. При этом, сегодня прочитал статью, что западная часть нашей страны очень-очень и неплохо заработала на переселенцах. Конкретно смотрел интервью одного риэлтора. Она рассказала о том, что в Ужгороде, Закарпатской области, цены на аренду жилья выросли на 200% из-за наплыва переселенцев. Представьте себе. Указали возможные причины. Это в области нет комендантского часа. Во-первых, то есть там люди живут, гуляют, бухают, тусуются, развлекаются. Даже нет комендантского часа. Война не ощущается. Ну и почти не было ударов. Опять же говорю, там война не ощущается. Что вы понимали, цены на аренду трехкомнатной хрущевки полторы тысячи долларов в месяц. Пам-пам. В общем, спасибо за внимание. На данный момент у нас порядок. Кстати, была одна тревога днем. Сразу объявили ракетную угрозу. Баллистика, ну достаточно быстро она завершилась. На данный момент тихо. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Берегите себя. И до нового выхода на связь.